Я по профессии музыкант. Я безумно полюбила Италию, итальянский язык. 153 человека пришло. Со второго мастер-класса пришло в районе 10 человек. Сейчас это 20 тысяч. Гварда-акселератор. Гварда-акселератор. Бонжорно, амичи! Сегодня с вами Федерико Спиридони. И Ильясимо Терновини. А так мы с вами поздоровались лишь потому, что сегодня у нас в гостях продюсер онлайн-школы итальянского языка. Мария Санкова. И она нам сегодня расскажет, как из творческой профессии она начала работать по найму. Ну а потом перешла в онлайн-образование. Что, кстати, у нее отлично получается. Да, такое возможно. А самое главное, что возможно сегодня еще и заполучить уникальную скидку на обучающие курсы в онлайн-школе Марии. Так что, друзья, смотрим до конца наш видеоролик и действуем. Мария, здравствуйте. 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 Наконец-то вы к нам пришли. И, конечно же, мы сейчас хотим рассказать всем о вашей удачной, успешной модели бизнеса. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимались до того, как начали постигать мир онлайн-образования, как создали свою онлайн-школу, как начали ее продюсировать? Я по профессии музыкант. Я играла на виолончели, это было 18 лет. Но в определенный момент я сменила отрасль и я работала в логистике как сейлс-менеджер. То есть я ушла в бизнес. То есть это прям колоссально. Да, это было как-то резко. После гастролей во Франции я сразу же, вот так получилось, решила сменить отрасль на логистику. Что было во Франции, интересно. Да, во Франции было классно. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Спустя пять лет, после того, как я работала в логистике, я влюбилась однажды в Италию. В 2018 году мы поехали с семьей в гости, и что-то произошло. Я безумно полюбила Италию, итальянский язык. А вы были в Риме или вы прям по всей Италии путешествовали? Мы были в Турине и были в Сан-Ремо. Была трансформация, по-моему, третья. Я увидела интервью Дмитрия Юрченко и Сергея Капустина, и на меня очень большое впечатление произвела Вера Черневича. После этого я поняла, что надо что-то делать. Было желание создать что-то свое, какой-то проект, бизнес-проект еще давно. И вот так получилось, что это был шанс начать что-то свое, то, что тебе нравится и от чего тебя брет. Но вы больше чувствуете себя творческой, по ощущениям, творческой личностью? Или все-таки вы спокойно совершенно относитесь к цифрам, к каким-то вот этим бизнес-процессам? Или делаете это, скажем, чуть-чуть, но через силу? Как вот вообще по ощущениям по вашим? Мне нравится и то, и то. То есть, когда я начинала в бизнесе, было как-то некомфортно. Я пыталась совмещать и бизнес, и музыку. Сейчас я полностью уже ушла в бизнес-процессы, но все равно я внутри творческий человек. Но творчество в данном случае мне помогает. То есть, это такой креатив, где нужно, я его включаю. Я посмотрел сайт и увидел, что ваш спикер, преподаватель английский... Эксперт. Эксперт, да, можно так назвать. Это итальянец. Да. Как произошло это знакомство, стыковка с итальянским... С итальяноговорящим. С итальяноговорящим, да, мужчиной. Да, все, кстати, спрашивают, очень многие, те, кто учится в МГУ, потому что профессор Томас Буэна, его знают все, так как он написал около 20 книг на русском языке для русскоязычных людей, кто учит итальянский. И все спрашивают, почему, как ты его нашла? Удача какая-то не бывала. Да, да, это просто, как я думаю, это просто огромное желание. И я написала Дарья Шевляковой. Дарья Шевлякова, это тоже преподаватель, по-моему, если меня не изменяет. Если я правильно говорю, завкафедры МГУ на факультете ФИАР иностранных языков. И она мне ответила, что вот я могу, я сейчас очень занята, но я могу дать контакт Томасу Буэна, напишите ему. Вы не были знакомы? Мы не были знакомы с Дарьей. Ну, как бы, соцсети, да, все есть, и Дарья была в Фейсбуке. Да, причем, что касается онлайн-образования, такие преподаватели, которые сейчас в МГУ, у них нет соцсетей. То есть с точки зрения онлайн-образования мы были полный ноль. Потому что это в Инстаграме там 100 человек в группе, то есть, в принципе, стартовать было сложно. Почему? Я начала учить итальянский язык с девочкой, которая училась в МГУ, и она мне тоже посоветовала написать Дарья Шевляковой. Все-таки рекомендации были какие-то, чтобы вам вытянуть. Да, то есть это была рекомендация такая небольшая. Мы создали группу «Кафе Итальяно», придумали название школы. Вместе? Да, да, вместе, конечно. И придумали, сделали группу в Инстаграм, в Фейсбук, ВКонтакте. И дальше уже начали писать посты и анонсировать, делать мастер-классы. Мы их называем мастер-класс, потому что это реальный мастер-класс. То есть Томас дает пользу, крутой контент. Это бесплатный мастер-класс? Да, это бесплатный. Я приду. Он дает бесплатный мастер-класс в основном для аудитории с нулевыми знаниями, с базисом с каким-то или уже продвинутым пользователем. Мы ориентировались на аудиторию, у кого начинающий уровень, те, у кого А2. Чисто теоретически мы с Федей можем прийти и научиться говорить по-итальянски. Да, конечно. Все, я это и хотел услышать. С нуля, с нуля. Мне кажется, итальянский язык это только акцент. По-рекор. Говори акценты. Бонжор на массиво. У вас хорошо получается. Какой пакет вы покупали в акселераторе? Мне кажется, я все время путаю. СВ или Купе, что-то из этого. Не жалко было потраченных денег на обучение в акселераторе? Я была уверена, что этот проект выстрелит. Я прям... На 100% внутреннее ощущение уверенности. Да, это была уверенность, это была моя энергия. И я видела, что как это делают другие. Если вас интересует онлайн-школа, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Когда запустился первый поток? Первый поток 11 сентября. То есть 11 сентября мы провели первый мастер-класс онлайн. И у нас было всего 2 покупки. То есть это очень... Два человека. Два человека это было крайне мало. Это... А почему так было? Плохо поработали с рекламой? Потому что это был самый первый вебинар, который мы не отрабатывали. И его вели 2 эксперта. Это Томасо Буэна и его ученица Анна Габриэль, она тоже преподает сейчас. То есть 2 человека, которые были как-то заочно или очно знакомы с... Книгами экспертов, да. То есть они сказали, о, надо брать. Да. А остальным не хватило, наверное, как раз продающих элементов, и поэтому они ушли. А сколько на самом вебинаре было человек? То есть 2 покупки, а человек было... 153 человека пришло, и к концу вебинара где-то третья часть осталась. Но потом с этого вебинара люди стали доходить, и уже был второй и третий поток. Они как раз-таки были на самом первом. Да, то есть то, о чем говорит Сергей, что первый раз, когда вы продаете, это теплая... Ну, теплая, мы ее только греем, эту аудиторию, а потом они уже становятся все более... Со второго мастер-класса пришло 10 в районе 10 человек. И третий поток это январь, вот тоже 8 человек. А сколько средний чек, какой у вас на продукт? Сейчас это 20 тысяч. Ну, 27 тысяч стоит... Это единая цена или у вас... Три пакета. А, три пакета. Да, самый дорогой 27, без скидок. Средний 21 и самый маленький 17. А в чем разница между этими пакетами? В количестве уроков. И есть в большом пакете разговорный клуб в Москве. С носителем языка. За сколько человек может научиться говорить на итальянском? У каждого свои способности к языкам, да, и те, у кого хорошо идет язык, у них где-то, ну, за два месяца они могут уже прогрессировать очень быстро. Тем более, что у нас учение построено как система. Это уроки грамматики в записи, упражнения, домашние задания, онлайн-мастер-майн с Томазо Буэно. Самое важное – это разговорная практика с носителями языка. То есть это три раза в неделю. Каждый студент имеет возможность, независимо от пакета, говорить с носителем языка по 15 минут по телефону. Опять же, по текстам. По телефону? По телефону, да. То есть звонят с носителем. А текст – это какие-то диалоги уже были странные, продуманные? Текст. Разыгрывается, что вы в кафе или где-то как? Любимая Федина тема – что-то разыгрывается всегда. То есть каждый урок, видеоурок, дальше есть презентация к нему, в конце презентации есть вопросы по тексту, по которым студент говорит с носителем языка уже по телефону. Вот так. Примерно понятно? Да. Примерно. Примерно понятно, да. Да, но тем не менее, можно говорить на какие-то отвлеченные темы, скажем, про ресторан. То есть у нас носители, они профессиональные преподаватели, и они довольно-таки гибкие, да, и знают, что нужно студенту. Они отслеживают каждого студента и его прогресс. В акселераторе что больше всего вам, скажем так, понравилось, что было наиболее полезным из всего того, что вам давали? То есть может быть сообщество, может быть занятие, может быть что-то еще? Я буду, как все, скажу, да, это сообщество. Сообщество? Да, потому что для меня, например, мне очень сложно работать одной. Дома, за компьютером, мне нужны люди. Чат, да, но именно мне нужны личные встречи. Без акселератора вообще по личному ощущению, опыту, возможно ли было бы сделать? Говорю о себе, нет. Я бы нет, я бы не сделала. Почему? Какие проблемы, например, были бы? Это нужно полностью погружение в маркетинг, понимать, нужно все процессы, от и до. Как пишется письмо, да, как строить рекламу, таргет. Гварда, акселератор. Гварда, акселератор. Гварда, акселератор. Гварда, акселератор. Спасибо большое. У нас есть еще один бонус, который мы хотим презентовать всем. Если вы, конечно, смотрели выпуски на канале Акселератор, то это должна быть какая-то скидка для наших зрителей. Размер скидки мы сейчас определим. Формат, сколько она будет действовать после выхода этого видео мы тоже определим сейчас. Ну и какой-то промокод нужно будет придумать. Возможно на итальянском. Возможно на итальянском. Я думаю, что промокод Excel. Excel? Да. Промокод Excel. Хорошо. Или акселер 2019 давайте, чтобы быть. Окей. Акселер 2019, чтобы быть актуальными. Размер скидки? 40%. 40%? 40%. Ребята, это мощь, это круто. И сколько будет действовать эта скидка после выхода видео? Неделю. Неделю. Отлично. Вот это очень хорошо. Надеемся, что у вас завалит шквал обращений, шквал писем. Дайте мне, пожалуйста, скидку. Вот. На этом вам огромное спасибо. Было приятно поговорить на страстном итальянском языке. О, страстно. Да. Огромное вам спасибо. Желаем вам успех в вашем бизнесе. И пусть ваши планы осуществятся. Спасибо. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Итак, что полезного мы могли почерпнуть у Марии? На первом продающем вебинаре на входе было 150 человек, до конца вебинара досидела треть. Было две покупки. Оставшаяся часть, то есть это люди, которые прогрелись, вернулись на второй поток и все равно занимались. То есть людям нужно время на раздумье, и не стоит паниковать, если у тебя всего лишь два человека с первого вебинара купила курс. Тем более, что этот вебинар был даже состряпан, как мы любим говорить, на коленке. Мне очень понравилось, что человек, поехав в Италию, влюбился в эту страну и из этого сделал свой бизнес. Да, кстати. То есть из желания. Казалось бы, такая мелочь, но как я вот съездив в Италию, могу сделать бизнес? Путешествуем мы и путешествуем. Оказывается, есть немножечко задуматься, зацепиться за это. То, что тебя вдохновило и может оказаться движущей силой, которая привезет тебя к успеху. И еще очень важный момент в том, что она не побоялась написала человеку, заведующему кафедрой. И он ей ответил взаимностью. Да, если вам откажут, по большому счету, ну что страшного произойдет? Тебе просто скажут нет. Ну пошлют тебя даже на три веселых. Но ничего страшного, ты просто никогда не будешь делать какие-то дела с этим человеком. От этого выгоды больше гораздо. Да, согласись? Слушай, а ты не знаешь, как ювчинку с бородой ухаживают? Тебе просто не знаешь, как ювчинка с бородой ухаживает. Субтитры создавал DimaTorzok